350 километров от наринмара община канин уникальнейшие места и уникальнейшая сама по себе община она существует ровно 12 месяцев в году оленеводы говорят что здесь живут целыми семьями встретить в тундре подобное очень сложно это моя мама это мамин брат это его дети это мой племянник это еще мой племянник это мой брат в чуме анна ордеева сегодня многолюдно и шумно в гости приехали родственники соседних бригад повод что не на есть самый подходящий на календаре общий праздник тундровиков день оленя на печи кастрюли сковородки в них готовятся традиционные блюда например вот жаркое по-домашнему в составе только мясо вода и специи удержаться от такого говорит хозяйка сложно даже вегетарианцам кстати старейший праздник она сравнивает исключительно с новым годом пережили мы этот год уже как бы деньги до дня не вода дожили все нормально пережить как бы дальше по себе пойдет уже осень вот с этой стороны как бы начинается уже темнота все с этой стороны пошло уже в осеннюю сторону в палатке по соседству хлопот ничуть не меньше чем работница анна и кстати тоже ордеева словно на автоматизме готовит моет и убирает одни гости уйдут затем придут следующие до их появления нужно успеть многое женщина признается за последние четыре дня спала всего несколько часов вот такой он праздник шутит хозяйка а потом вдруг признается в любви к своим оленям и кочевому образу жизни говорит никакая квартира с удобствами не заменит духа свободы которые можно ощутить только в бескрайней тундре олени как бы наши ведь это наше все наше пища наша одежда ну наш транспорт на который наш продукт мы раз его едим значит наш продукт еще ну это все у нас олень для нас все на крайнем севере официально отмечать профессиональный праздник день оленя начали на заре советской власти но на самом деле корни этой традиции уходят вглубь веков община канин после небольшого перерыва в этом году праздник отмечает громко и со всей ненецкой душой несколько лет хозяйство находилось на уровне банкротства осенью то забойки то проводили так себе сдали мало мяса и вот половину наверное сдали то что сдаем обычно община сдавала и поэтому как бы финансовое положение было трудно очень просили помощи администрации помогали помогли они нам губернатор региона грекошин который присутствовал на празднике выслушал проблем оленеводов обитатели общины больше всего волнует финансовый вопрос слишком маленькие и нерегулярные зарплаты я прекрасно понимаю что у нас есть запад у нас есть восток я прекрасно понимаю что на востоке у нас есть еще дополнительная помощь от метропользователей на западе этой помощи нет поэтому на западе помощь будет оказывать ненецкий автоном науку хорошо у нас с вами контакт есть все вопросы которые вы мне ставите мы все благополучно постепенно решаем впрочем политическая беседа быстро перерастает национальное гуляние ведь в тундре как никак праздник и начинать его без этой знаменитой песни настоящий грех пока одни выступают возле чума другие готовятся как говорят сами оленеводы к маленьким олимпийским играм со своей северной спецификой спортсмены без устали прыгают через нарты бегают быстрее ветра и метко бросают тензей так они называют лассо которым отлавливают оленей в огромном стаде есть в этом что-то ковбойское это только с виду кажется что все это сделать очень просто и здесь нет ничего сложного но чего стоят одни прыжки через нарты человек без подготовки и 10 раз так не сделает проверено лично на самом деле прыжки через нарты это довольно таки сложные само по себе там необходимо иногда напрыгают более ста раз а в самом деле необходима определенная техника определенные навыки в стране не остались даже самые маленькие покорители тундры детишки между собой тоже устроили соревнования например кто первый за арканит условного оленя ведь в будущем этим ребятам предстоит научиться многому поэтому родители кочевому образу жизни готовят их с раннего возраста например бывает такое кто-то еще только ходить научился а уже умело управляет упряжкой вот это сюда повыше да а это правильно во время кидания отпустить его нужно будет давайте не долетела оленевод из меня точно никакой ездить на оленях ловить ловить оленей ловить на рыбалку ходишь на охоту но получается ли да во всем мире на оленях ездят только зимой а оленеводы с такой же скоростью круглый год даже по голой земле а еще они говорят что на рогатых животных можно ехать быстрее спортивной машины может это и художественное преувеличение но после путешествия в тундру она кажется не таким уж и большим а как нужно командовать а руль а вот где вот хрена это кропка скоростей здорово олени для этих людей сегодня как и тысячу лет назад единственная основа жизни фрукты и овощи и прочие блага цивилизации в эти места конечно же периодически завозят но как говорят местные пока у них есть олени у них есть все и больше ничего не надо